мур привет рук ты на канале зверько где только проверенные новости а впрочем ответственность на разрабах и так это патч 1 5 34 26 ноября вышел облик на франко горячий топор стоить облик будет 899 алмазов и скидка 30 процентов в первую неделю да в прошлом выпуске я оговорился но думаю все догадались что скин biohazard на чонга будет звездником с 1 декабря а сейчас у нас спонсор благодаря которому я не хожу по лесу собирать валежник kodashop официальный дистрибьютор игровой валюты как в нашей мобиль legends так и в нескольких других популярных играх цены входа shop ниже чем в google play или appstore для пополнения тебе даже не потребуется регистрация оплатить можно с помощью карты виза или мастеркард киви или индекс деньги приобрести можно как алмазы так и звездного участника давай покажу как это сделать на примере моего ака для стримов заходишь по ссылке в описании этого видео внимательно вводишь свой игровой айди и сервер выбираешь нужное количество алмазов и оплачиваешь удобным для тебя способом после чего перезаходишь в игру и алмазы у тебя уже на счету да все просто удобно быстро и дешевле чем традиционный способ для удобства можешь сохранить мои ссылки в закладках а теперь возвращаемся к ролику настало время изменений героев аргус если ты смотрел прошлый выпуск то помни что я упоминал меч охотника на демонов так вот разрабы заметили что он выдает оверповар дамаги и внесли изменения впечатление от изменений это конкретная полярная лисица друзья мои теперь детально пассивка добавили новый эффект исцеление по формуле на экране для заряженной атаки заряженная атака использует лишь 50 процентов пассивки охотника на демонов и самое важное заряд пассивки теперь копится медленнее второй навык увеличили бонус от физ атаки к урону от кровотечения до 20 процентов однако как показал тест с уранусом очень часто пропадают земли метка 2 навыка что несколько усложняет восприятие навыка действует ли из цели кровоток блин канулся он или забежал в кусты после масс-файта а по сути эти следы должны выдавать движение жертвы кроме того учти что кровотечение действует только при движении жертвы не рассчитывая на этот урон у него не стопроцентная вероятность ведь он может остановиться и начать сражаться с тобой а значит кровотечение почти ничего не нанесет хотя с другой стороны можно начать от него убегать ульта добавили кд на третьем уровне навыка 80 70 60 секунд и какой итог на самом деле на основном сервере используя охотник на демонов и два первых скилла бот на уранусе ложится с минимальными потерями хп а на тестовом можно порой отъехать если не юзануть ульту вопрос к разрабам нафиг так делать я далеко не гений но делая сомнительный ревамп после чего еще и нерфить непопулярного персонажа это скотство пакита тоже получил по печени нерфом пассивка теперь получается таки только с урона от скиллов но не автоатаки хотя проверив на ботах все по-прежнему проверим это измене в следующих патчах второй навык немного увеличили радиус навыка я бы наоборот позволил бы пакита набивать стаки с автоатаки и на лесных монстрах тоже это бы позволило стартовать им как лесником но если автоатаки не будут набивать стаки даже с героев пакетик порвется альфа когда он вышел он был имбой мгновенный влёт ультой продолжительный стан и сильные навыки но после череды нерфов разрабы не могут выровнять его взбалансированного персонажа и сейчас они опять взялись за его ребаланс пассивка комбинация атак замедляет цель на 90 процентов длительностью в две десятых секунды первый навык уменьшили базу урон альфы на 10 единиц ребаланснули базу урон беты было 90 165 будет 100 150 ослабили воздействие замедления со 70 до 40 процентов да еще и длительность обрезали до одной секунды зато сократили перезарядку до 4 секунд на всех уровнях также уменьшить затраты маны на 10 единиц второй навык базу урон альфы ребаланснули в сторону ранней игры уменьшили физический бонус до 100 процентов базу урон беты уменьшили до 75 120 базовый хп реген уменьшен до 125 200 изменили бонус к хп регену было 40 процентов от магической силы и наконец-то додумались сменить то бонус от физической силы в 20 процентов теперь перезарядка будет уменьшаться с уровнем от 6 до 4 секунд меня дико разорвало то что эти изменения у них идут под грифом улучшение персонажа хотя ему дико обрезали позднюю игру ульта сократили перезарядку до 20 12 секунд уменьшается с уровнем и немного сократили время оглушения от попадания до одной секунды ровно что я могу сказать разрабы могли бы во втором навыке сменить бонус на физическую силу сократить перезарядку первого навыка потому что им сложно попасть в опытного противника и сократить время анимации беты чтобы его урон влетал раньше уже это сделало бы более играбельным альфу не делая из него имбу маг-убийца харли пассивка новый эффект уменьшает на 4 магическую защиту на 3 секунды за каждый урон по цели стакается до 10 раз и того это минус 30 магической защиты соответственно получается харли сожрал два предмета райское перо для магического урона в автоатаке и палочку гения для снижения защиты валер тот пылающий жезл есть будешь жрать нет первый навык уменьшили перезарядку 7 до 6 секунд ульта добавили времени кд до 36 30 секунд исправили баг когда первый навык немного сокращал тайминг схлапывания ульты кармилу не скрываясь превращают в бойца ближнего боя второй навык срезали расстояние выстрела на 50 процентов ульта срезали расстояние на 10 процентов однако изменили ручную наводку на автонаведение и это большой бонус если добавь будет гарантированный что-то интересно даже стало поиграть на ней что ли после изменений навык связка кормила и сессилен перезарядку снизили до 20 секунд уменьшили расчет щита и урона вдобавок уменьшили замедляющий эффект до 30 процентов в надежде что этим будут чаще пользоваться бели рек уменьшили прирост хп с 245 до 205 первый навык увеличили бонус урона по миньонам до 80 процентов пассивка значительно увеличили бонус хп от предметов с 15 процентов аж до 50 процентов изменили расчет урона пассивки вот на экране короче это будет жирный жир но основная проблема скиловики могут от него зониться и банально не атаковать а вот лоу ранги взвоют от боли и обиды бардс ульте увеличили время каста на 60 процентов чтобы был шанс разрывать дистанцию и напоследок теперь у трех героев будет функция слежения камеры за своим кастом это алиса первый навык мозгов ульта и селена второй навык это сделано чтобы удобнее было чекать за свет навыкам и лучше планировать дальнейший свой шаг на этом пока все гайды еще пишутся проверяются и скоро будут готовы а ты не забудь поставить ролику лапку и поделиться им с друзьями удачных боев друг мертвый отряд они жили чтоб победить что любом то уже не убить мертвый отряд мертвый отряд мертвый отряд